Всем привет, ребята! Если вы смотрели мое прошлое видео, то вы уже знаете, что у меня появились новые питомцы. И это огромные мадагаскарские шипящие тараканы. Я поселил их вот в этот террариум, где у меня раньше жил тарантул. А тарантул сейчас спит в маленьком аквариуме. И они тут, в принципе, нормально устроились. Я их кормлю фруктами, и особенно сильно они любят бананы. Вы только посмотрите, с каким удовольствием он уплетает банан за обе щеки. Я аж сам захотел скушать банан. Яблоки они тоже любят, но не так сильно, как бананы. Кстати, вот это самка. Видите, у нее над головой находится панцирь, и можно сказать, что он гладкий. Если посмотреть на него сбоку, то есть только небольшие бугорки. Ну, а вот это самец. И у него отчетливо видны два бугра или же два рога на этом панцире над головой. Сама же голова находится вот тут, под панцирем, а сверху два вот этих рога. Это значит самец. О, кстати, смотрите, самка показала нам свое брюшко. И сейчас можно отчетливо рассмотреть строение ее лапок. На концах лапок есть по два цепких коготочка, а также видны светлые подушечки-присоски. Благодаря этим присоскам эти тараканы могут неплохо лазить по гладким поверхностям и даже по стеклу, несмотря на свой огромный вес. Кстати, давайте я сейчас достану одного таракана и покажу вам, как они шипят. Они вообще безобидные. О, кстати, уже шипят. Это у них такая защитная реакция. Ой, стой! Вот, смотрите, когда их трогаешь, они начинают шипеть. Давай, шипи. Идь. 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 Ты чего не хочешь шипеть? Кстати, смотрите, у этого таракана нет одного усика. Где-то потерял, наверное, в боях с другими тараканами. Что-то он оказался на столе и совершенно не хочет шипеть. Э, ты куда? Стой. Смотрите, как он бегает. Слушайте, можно устроить настоящие тараканьи бега. Может быть, палочкой удастся его расшипеть. О, слышите? Не нравится. Это у них защитная реакция. Они как бы пугают. Кстати, вот, смотрите, наглядная демонстрация, что он может держаться за стекло. Вот, запросто начинает лезть по стеклу. Посмотрите. Такой тяжелый огромный таракан. И даже за угол переползает. Смотрите. Вот это да, по гладкому стеклу. Кстати, ребята, я решил взять большое стекло и попробовать вообще, насколько они крепко могут держаться за это стекло. Вот они, кстати, сидят здесь у меня на небольшой арене. Я, кстати, придумал, как их можно удобно брать не руками, а вот этой штукой. Потому что, в принципе, они не кусаются, но у них довольно острые края лапок. И они прям неприятно колятся так в пальцы. Поэтому я решил вот так вот их брать. Смотрите. Можно вот так вот раз. Через колечко. И он типа залезает. Короче, держится. Сейчас я попробую посадить его вот сюда вот на стекло. И мы посмотрим, как он будет здесь лазить. Смотрите, он ползет к краю стекла. И что же дальше? Ага, он понимает, что здесь край стекла. И не перелезает, потому что тоненький край. И мне кажется, он чувствует, что он может свалиться. Смотрите, он свешивается и смотрит, как бы ему слезть. А что, если я возьму стекло и просто его начну переворачивать вверх ногами? Что же будет с ним? Вау, смотрите, смотрите, смотрите. Опа, опа, он держится за край. И сейчас интересно, он сможет перелезть обратно или нет? Давай, 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 перелезай. Давай. Тяжело ему, конечно, но по-моему он сможет. Смотрите. Давай, давай. Нет, он лезет по краю и ищет, где сторона такая поудобнее. Но не так все просто. Давай, давай, перелезай. Смотрите, он просто вверх. Вверх ногами держится. Вот это да, я в шоке. Просто молодец, смотрите. Опа, даже вот так вот. Этого я не ожидал от таких огромных тараканов и тяжелых. Я решил и дальше проверить суперспособности тараканов и взял обычную тонкую нитку, такой шнурочек, чтобы проверить, будет ли таракан вообще лазить по такой тонкой веревке. Итак, давайте дадим ему. Так, цепляйся. Опа, есть. И смотрим, что же дальше. Смотрите, он реально может ползти. Так, ползет вверх. Вот это да. Смотрите, какой тонкий шнурок. И он за него держится прямо как акробат. Так, нет, вниз. Нужно ползти вниз. Кстати, сейчас посмотрим, что будет, когда закончится веревка. Нет, он хочет ползти вверх. Нет, мне все-таки интересно посмотреть, чтобы он полз вниз. Так, таракан, подождите, давайте развернем, обманем его. Так, переворачиваем. Куда ты будешь ползти, вверх или вниз? Он не знает, куда ему ползти. Ой, лапка зацепилась, смотрите. Эй, отцепи лапку. Отцепи лапку. Смотрите, какая петля. Да, зацепился к своим крючочкам. Ой, нет, чуть не упал. Блин, опять вверх. Так нечестно. Так, 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 вот немножечко еще осталось. Сейчас мы узнаем, вот конец веревочки. Опа, и что дальше? Что ты будешь делать дальше? А, он хитрый, начинает ползти вверх. Ну, короче, по канату эти тараканы лазят тоже превосходно. Вы только посмотрите на это. Ладно, слезай. А вот интересно, понимают ли наши суперспособные мадагаскарские тараканы, что такое вода? Я взял тазик с водой, поставил туда небольшой плотик из пенопласта и посадил туда аккуратненько таракана. Такс, убираем эту железную штучку и смотрим, что же будет делать наш таракан. Самое главное не дать плоту причалить к берегу, чтобы посмотреть на реакцию таракана. И смотрите, он понимает, что такое вода. Он пробует лапкой, понимает, что там нет твердой поверхности и не наступает туда. Вы представляете? Если бы он был глупый, он бы просто наступил бы и провалился в воду. Но нет же, ребята, смотрите, он пробует, где же ему можно встать и найти твердую поверхность. И тут, ребята, произошло что-то неожиданное. Он просто перевернулся. Я хотел было его спасать, но он сам вылез. Но плот, как видите, переворачивается, поэтому я придержал его палочкой, чтобы таракан снова не переворачивался. Вы видели? Он бултыхнулся просто с головой в воду. Ладно, не будем трогать плот, посмотрим. Сейчас он, наверное, подгребет к берегу и сможет вылезти. Да, смотрите, смотрите, так и произошло. Таракан своими лапками постоянно трогал воду и подгреб к берегу. Вылез на край тазика. И теперь, кстати, проблема спуститься с этого края, потому что края очень крутые, а таракан понимает, что он может упасть. И ходит себе по кругу, ищет, где бы ему слезть. Да, это непростая задача. С одной стороны вода, а с другой стороны обрыв. Так он и бегал, не знаю, минут 10, наверное, пока я его не снял и не пересадил вручную. Если посмотреть, как спокойно эти тараканы сидят и как реагируют на то, что вы их трогаете, то вы можете подумать, что они малоподвижные существа. Но это не так. Как только мадагаскарский таракан оказывается на открытой поверхности, он начинает очень быстро бежать. Так что они, оказывается, еще и прекрасные бегуны. И значит, можно устроить настоящие тараканьи бега. Но это будут необычные тараканьи бега. В них мы узнаем, кто бегает быстрее. Мадагаскарский таракан, обыкновенный таракан или же вот такой вот электронный жук-бегун. Итак, давайте сделаем беговую дорожку для трех этих спортсменов. Для беговой дорожки я вырезал продолговатый кусок картона и наклеил на него голубую бумагу, чтобы тараканов было лучше видно. Также я вырезал 4 полоски из картона. И это будут бортики для нашей беговой дорожки. При помощи клея пистолета я приклеил эти бортики к беговой дорожке. И вот что у меня в результате получилось. Беговая дорожка с тремя отдельными рядами. Итак, ребята, я подготовил всех троих спортсменов электронного жука, обычного таракана, а также мадагаскарского тараканища. Но тут я понял, что у меня, ребята, проблема, потому что я никак не смогу заставить их бежать, стартануть в одно и то же время. Поэтому придется как-то запускать их по отдельности. О, кстати, смотрите, видите, обычный таракан, он не умеет лазить по стеклу, поэтому с этого стаканчика он никак не вылезет. Ну, а этот таракан умеет держаться на стекле, посмотрите. Поэтому отсюда он может запросто убежать. Итак, первым будет бежать у нас электронный жук. Итак, секундомер готов, я его включаю и ставлю. Погнали! Стоп! 1,91 секунды, то есть меньше 2 секунд. Как только я сказал, что обычный таракан не сможет вылезти по стеклу, вы посмотрите, как он начал карабкаться. Но у него своя методика. Он упирается лапами в разные стороны, как паркурщик, но это ему слабо помогает. Ну что же, теперь пришло время нашего обычного таракана. И сейчас мы посмотрим, с какой же скоростью он побежит. Итак, бросаем его сюда. Опа, так-так-так-так-так-так-так-так. Стоп! Есть! Главное сейчас его поймать. О, он убежал! Стоп, ребята! Я его буду ловить сейчас. Э, стоять, стоять! Хух, поймал. Ну что же, ребята, беглец пойман. Итак, 2,40 секунды. Ну, смотрите, пока что побеждает электронный жук. Ну и третий это у нас будет мадагаскарский таракан. Итак, выпускаем его. Опа, есть! Стоп! Он решил сразу куда-то вылезти. Так, давай, на стартовую позицию. Стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп. На стартовую позицию. Итак, погнали! Давай, 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 давай! Ну чего ж ты? Давай, 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 давай! Стоп! Он вылез. Так, подождите, я его поймаю. Иди сюда, товарищ! А нет, он перелез. Итак, всего лишь 6,03 секунд. Да! Оказался он самым медленным. Ну, получается, на первом месте у нас этот жучок 1,9. На втором месте обычный таракан. Сколько там у нас выходило? 2,40. И на третьем месте это мадагаскарский таракан. Да, но он оказался самым большим, самым тяжелым и самым медленным. Но зато, вы же видели, он умеет лазить по стеклу, а такого обычные тараканы не могут. И этот тоже не может такого. Ну что ж, вот такое получилось видео. Если вам понравилось, обязательно поставьте жирный лайк, а также подписывайтесь на мой TikTok и Telegram. Там я выкладываю разные короткие видео, которые не попадают на YouTube. Ну а я с вами прощаюсь. До новых встреч. Пока-пока.